Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что же, ну, тема у нас одна. Она не исходит с федеральных экранов, мировых. Включите любой телеканал BBC, CNN и так далее. Ну и у нас в том числе это все-таки продолжаем говорить о коронавирусе, как выживать, что делать вообще. И сегодня мы поговорим о тех людях, которые не думают, как им самим выживать. Они думают, в первую очередь, о том, как помочь другим. Могли бы, казалось бы, схорониться где-нибудь там, удаленно учиться, а нет. Они колесят по городу, не просто с пустыми руками, не с какими-то там методичками, нет. Они оказывают реально помощь. Причем помощь оказывают тем, кто в первую очередь в ней нуждается. А как мы все уже знаем, медики, не медики, мы все знаем, что в первую очередь этот коронавирус, он опасен для пожилых людей. И сегодня поговорим о волонтерах наших тверских, замечательных волонтерах, которые каждый день, я сам вчера вот лично видел, вот такими огромными пакетами, баулами ездят по нашему городу и вручают это пенсионерам, те продукты питания, которые они причем сами заказали, попросили. Итак, хочу представить гостей нашей студии. Это Николай Дмитриевич Баженов, проректор Тверского медуниверситета по лечебной работе, еще сопредседатель Российского народного фронта по Тверской области. Добрый день. Добрый день. Это Марк Ефременко, ответственный за добровольческой деятельность нашего Тверского государственного медуниверситета и региональный координатор движения волонтеры медики. Добрый день, Марк. Здравствуйте. И самый простой волонтер, но при этом не простой в нынешних условиях, дорогого стоит, между прочим, быть волонтером, Мария Ведьмина, вот, все-таки ошибся, Мария Ведьмина, волонтер, та самая девушка, которая в том числе, хотя у нее очень сложная учеба, она учится на стоматолога, представляете, что это будет учиться на стоматолога. Человек по ней должен зарыться в учебнике, а нет, находит время, вот Маша, чтобы помогать другим, а не только думать о себе. Господа, спасибо большое, что пришли, опять-таки, я вот, Марк, мне рассказывал накануне, как у вас напряженно сейчас складывается деятельность, как вот на все надо найти время, тем не менее, нашли время, спасибо большое на час к нам прийти. А вы, дорогие телезрители, звоните по телефону 3190, может быть, к вам уже приезжали эти ребята, или вы хотите, чтобы приехали, может, вам что-то непонятно, а кому они помогают, а что они привозят, поэтому звоните, телефон 3190, сегодня у нас в гостях волонтеры, которые в условиях коронавируса помогают пожилым людям нашего города, привозят им самые необходимые, в первую очередь, продукты питания. Что ж, господа, мне вот вопрос сразу, а как вообще возникла идея создания такого центра, и почему именно медуниверситет, потому что это медуниверситет? Нет, наверное, не совсем поэтому, но на самом деле идея этого центра, она была озвучена нашим министром здравоохранения, Михаилом Мурашко, который даже издал на эту тему приказ, где было четко прописано, что Медуниверситету предоставить площади Общероссийскому народному фронту совместно с волонтерами и медиками такое организовать. У нас сложилось все очень хорошо, что я, являясь проректором университета, являюсь еще и сопределителем Общероссийского народного фронта, поэтому мы с Марком знакомы очень давно, и взаимопонимание у нас есть полное, и этот центр был организован буквально в течение, наверное, часа. Мы собрались, место было определено в этом месте, это место было сразу же оснащено необходимой оргтехникой, телефонными линиями, и на следующий день можно было начинать работу. То есть большое спасибо волонтерам, потому что они все были готовы к какой-то работе, то есть мы понимали, что это надо делать, это надо делать централизованно. Общероссийский народный фронт в этой ситуации предоставил свою линию телефонную, волонтеры работают в федеральной линии Общероссийского народного фронта, то есть заявки идут туда, а оттуда уже так, ну как мы говорим, сыпятся, но оттуда они приходят волонтерам, и волонтеры уже их исполняют. Поэтому это была федеральная история, то есть организация такого центра, она была индуцирована свыше отчасти. Где взяли вот экипировку? Я понимаю, оргтехника это то, что было в медуниверситете, верно? Конечно, конечно. Это специально не скупали, но все-таки я вот и сам видел это вещи, которые где-то откуда-то взяли, что это, из Москвы пришлали. И экипировка у нас была изначально, можно так сказать, потому что движение волонтеров-медиков базируется на базе Тверского государственного университета с 2016 года. То есть это не послушно. И поэтому мы работаем уже с 2016 года, 4 года, да, у нас деятельность наша не прекращается, увеличивается и растет. Могу из цифр сказать, что, например, в 2017 году у нас было 100 волонтеров, к концу 2019 у нас 800 в медуниверситете, это студенты-волонтеры-медики. Но я бы хотел добавить, что еще до создания штаба волонтеры-медики очень активно работали именно уже в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. То есть у нас реорганизовывались больницы, волонтеры помогали реорганизации этой больницы, волонтеры помогали в том числе, так скажем, и физической силой. То есть, представьте, когда больница реорганизуется в инфекционный госпиталь, всегда нужно что-то перенести. И понятно, что в больнице работают врачи, средний и младший медицинский персонал, и всего раз-два там рабочих, рабочих там немного. То есть вот здесь волонтеры очень активно помогали и включились в работу по борьбе с COVID-19 еще до даже создания этого штаба. То есть вы не стали ждать пинка, как говорится? Сверху, а наоборот, сами уже понимают ситуацию. Волонтеры – это пассионарные люди, и они не ждут никогда. Тут вот то, что нам Михаил Альбертович написал приказ о том, что создать штаб, это, я бы не сказал, никакой случай, это не пинок. Это просто был какой-то документ нормативный, который нам очень помог в том, что это давал добро на то, что вы делаете. Легитимизировал деятельность уже в рамках того, что и Народный фронт может помогать, и это легитимно, и волонтеры делают что-то. Вот мы, естественно, создали какие-то внутренние акты, чтобы волонтеры были посвободнее, чтобы тоже дистанционное обучение, не секрет, что сейчас студент, обучающийся на дистанционном обучении, но его можно проходить, образ говоря, с 9 до 12, а если волонтер занят, ну никому хуже не будет, если он пройдет с 12 до 3, если он в это время занят вот этой волонтерской деятельностью. Это ни от кого не убудет. Марк, вот все-таки ты сказал, что пошли сразу заявки. Прямо действительно много желающих было сейчас коронавирус участвовать в этой деятельности. Насчет заявок волонтеров вы сейчас хотите? Ну да, вот обращайся, Марк, я тоже хочу. У нас заявок, да, это было достаточно огромное число людей, при этом были и не волонтеры-медики, а, так сказать, просто граждане активные, которые тоже хотят заниматься. Да, желающих много, и желающих, и сейчас тоже, скажем, в нем все больше. Но мы вот, так как мы начали этот весь процесс волонтеры-медики на базе медуниверситета, наши вот команды, сейчас вот 20 человек у нас работает, вот этот вот организм, который за 24 дня сложился постоянной деятельностью, он для данного числа заявок, который сейчас поступает, оптимален. И увеличивать число волонтеров работающих пока смысла нет, и это только лишний раз увеличит, ну, вот эти контакты, контакты, о которых сейчас все говорят и боятся. То есть, вот лишний количеств справляется около 20 человек. А если вдруг так, ну, скажет там сейчас Путин, да, ситуация не улучшается, продлеваю там, да, допустим, количество заявок вырастет, у вас будет ресурс? Резерв у нас есть, да, у нас резерв на данный момент 50 человек, студентов-медиков, которые готовы в течение трех часов после нашего звонка прийти и начинать помогать. При этом они обучены, весь алгоритм уже действий знают. Обычно пройденные медицинские осмотры я сразу же могу всегда сказать. А я вообще все-таки понимаю, Марк сказал, такой интересный вид, что и обычные люди, но все-таки медика лучше взять на такую работу, потому что он медик, он имеет понимание, понятия и так далее. Давайте даже я здесь попробую пояснить. Понимаете, здесь важна психологическая подготовка. То есть, человек, который поступает в медицинский университет, он уже, во-первых, изначально психологически подготовлен. Вот у нас сейчас идет много разговоров, и это, скорее всего, случится, что та практическая подготовка студентов в старших курсах, которые они проходили на клинических базах, в доэпидемиологический период, так его обзовем, что сейчас она будет проводиться в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И я хочу сказать, что наши студенты, там обязательное условие, это добровольное согласие, все это согласие сразу же абсолютно никто, никого не познал, подписали. Люди, поступающие в медицинский университет, они знают, куда они идут. Они знают, что есть ли что-то... Люди, наверное, не знаю, насколько это возможное сравнение, которые идут служить в армию уже по контракту, они знают, что они служат, но если случается какая-то военная ситуация, они идут воевать. Также и медики, которые поступают, они знают. Но вот у нас Марк является, кроме того, воспитательством по воспитательной работе, у нас правильно, по воспитательной работе, которая тоже им подсказывает воспитание студентов с первого курса, что они знают, если что-то случается, они туда пойдут. Они психологически подготовлены к этому. Потому что они волонтеры-медики, ребята, но они при этом не доктора. То есть никаких врачебных манипуляций они допускают не могут. У них нет сертификата доктора. У них есть только психологический настрой на то, чтобы помогать людям. Я очень тут одергал директор, а можно воспользоваться услугами волонтеров-медиков? Нет, нельзя. У них нет услуг. У них есть помощь. Волонтерское движение – это помощь. Они помогают. Услуги – это парикмахерскую. Пойдите, вас там подстригут. Это будет вам услуга. Вот сейчас они как раз открылись, это вроде бы не парикмахерские у нас, к сожалению. Спасибо. А вот касаемо тех, кто захотели, у меня все равно рисуется, я видел это, скажем так, русские студенты. А у нас же нет, чем известен на всю страну, что очень много зарубежных студентов учатся. А были ли средние те, кто зарубежные? В нашем движении, Всероссийское общественное движение, у нас существует ряд иностранных студентов, которые готовы участвовать вообще в мероприятиях волонтеров-медиков еще до эпид-обстановки. Большая часть, конечно, из этих студентов – это иностранцы из стран СНГ, либо ближнего зарубежья. А я имею в виду совсем иностранцы. Со всем иностранцы. Индустрия, пакистанцы. Я связывалась по телефону со всем иностранцем. Были такие, да, но мы их на данный момент к себе пока не призываем, потому что, опять же говорю, не увеличиваем вот эту вот контактную историю. Понятно. А у нас сейчас, господа, я вас перебью, у нас призывают нас в рекламу. Дорогие телезрители, не переключайтесь, три минуты, а потом мы снова продолжим говорить о наших волонтерах, которые работают в условиях коронавируса. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». У нас сегодня в гостях добровольцы, которые в эти непростые дни, когда коронавирус шагает по стране семейными шагами, которые помогают людям, помогают, доставляя им продукты, питание, самое необходимое. Маш, вот все-таки ты учишься стоматолога. Я говорю еще раз, я всегда был в этом уверен. В медиа одна из самых сложных. Учеб вообще и долго, и тяжело учиться. Профессия ответственная все-таки, потому что ошибка медика, знаем, что она значит. Ну, то есть, казалось бы, заботой так вот, выше крыши должно быть. Ну, что тебя заставило, вот кроме всего прочего, сколько тебе все надо учить и вот пойти? Это же не на 20 минут когда-то поехать, зайти, это мы все... Да, верно. То есть, что заставило, почему ты решил принять участие в этом? Желание помочь. Только из-за этого. Ну, что бы и так, вот дел-то. Да, а тут я могу быстро помочь. То есть, пока я доучилась, еще 5 лет пройдет. Ну, быстро ребята-то рассказывают, то там надо поехать на Суменку, а то поехать куда-нибудь на улицу Тамары или иной. Нет, в смысле, о готовности помогать. То есть, когда я стану врачом, это будет только через 5 лет я буду помогать людям, а так я могу помочь прямо сейчас. То есть, сядь, утром на фонтере помогать. Сумен, это по медицине получается по призванию. Ну, я считаю, если... Ну, призвание медика, это именно призвание помогать. Не бабло рубить, как сейчас, ну, раз уж меняет медик. Да, они там поступают, фармацевт, ну, что знают это. Вот, а именно желание помогать. Да. За бесплатно. Да. Я бы хотел сказать про фармацевтов сразу же, что вот когда мы говорили в предыдущей части эфира о готовности студентов идти и бороться с эпидемией, фармацевты все как один готовы. То есть, опять-таки, люди пошли по призванию. Люди пошли, понимаете, а те, кто не по призванию, они отсеиваются на первом-втором курсе. И волонтеры не идут. И волонтеры не идут, они просто уходят. И медицину не идут. И вот эти вот люди, которые учились 1-2 года в мединституте, их много достаточно, так, по городу, да. И, в принципе, и я ни разу не кину, как говорится, в них камень. Слава Богу, что они вовремя поняли, вовремя ушли, что это не их. Зачем бы? Ну, получился бы не очень хороший врач, наверное, на выходе. Наверное. Но все-таки, Маша, ну, как время распределяешь? С трудом получается, но все-таки получается. Ну, а как? Вот расскажи, вот как раз уже Николай рассказывал, что там с ДИЗИ-12 учеб, как по факту происходит? Тем более сейчас дистанционно. А я знаю, что в итоге это тоже как бы усложнило все-таки дистанционно. Ну, я делаю не очень хорошую вещь, никому не советую, я мало сплю. То есть я сначала прихожу, работаю, помогаю, а потом прихожу... Сколько ты к 9 приходишь? Расскажи, что такое режим работы волонтера. Позавтракать нужно дома. Ты местная, да? Да. Ну, не в общежитии. Нет, не Тверская, но живу в городе, да. Нужно прийти к 10, обзвонить волонтеров, которые хотят помочь выполнить свою работу. Проходит день довольно быстро, то есть 11 часов незаметно. Вот. И в 9 часов прихожу домой и начисажусь за дистанционное обучение, поскольку разрешаю делать не вовремя. То есть позже так-то пары идут с 8 и до 3 обычно. Вот. Но можно посидеть с 9 до 2. Ну, понятно. Вечером, как вот мне рассказывал Марк, что даже до вечера бывают тоже работы волонтеров? Да. Я говорю, до 9 часов вечера. А, вечером. А потом до 2 часов ночи сидят. Ты же приходишь в DC, дети уходят. Понятно. Да, не жалеешь? Нет. Это доставляет удовольствие. А, ну, не все же твои одногруппники, да, тоже пошли? Моих одногруппников нет. Вообще? А почему? Какая реакция была у тебя? Может, я чуть-чуть... Они поддерживают меня. А, а со мне идут? А со мне идут. А со мной, да? Да. Вот тоже хорошо. Ну, хорошо, конечно, хорошо. Марк, а с другой группы тоже каков вот процент? Можешь сказать, что там по 2-3 человек из группы? Ну, смотрите, у нас как бы распределение больше по группам даже не могу сказать. У нас больше факультетом и курсом. У нас достаточно большой процент участников, ну, человек, наверное, 7. Это лечебная факультет, старшие курсы. Вот. Двое стоматологов, остальные 10 человек педиатров. Потому что я сам с педиатрического факультета. Ну, да, с педиатрического факультета. Это у нас большая часть волонтеров-медиков, вот. Целая треть, две трети – это педиатры волонтеров-медиков, вот. Такой факультет у нас более альтруистический. Хорошо. Давайте непосредственно к работе, о которой мы уже говорили. А откуда деньги берете? Люди звонят? Соответственно, по какому телефону давайте сразу тоже озвучим? 8-800-234-11. А я бы хотел подчеркнуть еще, что действительно людям, которым нужна помощь, надо звонить именно по этому телефону. 8-800-234-11. Еще раз. 8-800-234-11. А еще обратите внимание, во многих подъездах люди стараются расклеивать такие оранжевые листовки. Там этот номер есть, это никакие не мошенники, это ОНФ, там все, что называется, реквизиты. И не бойтесь звонить по этому номеру, это никакие не мошенники, это действительно вот эти самые ребята, которые работают легально. Действительно, с которым, что называется, осенил Минздрав федеральный. Так что это честные, хорошие ребята, звоните по этому телефону, не бойтесь вот этих листовок. И все-таки сразу говорю, вот поступают вам заявки, да, там, допустим, улица, там, Сидорово, дом 5-1-А. Бабушка звонит мне купить молоко, кефир там, курочку и так далее. Хорошо, дальше, что дальше происходит? Ну, смотрите, давайте расскажу от самого начала тогда. Мы вот эту заявку увидели, дальше у нас сидят девочки, которые обзванивают непосредственно заявителей, бабушек и дедушек, которые позвонили нам на горячую линию. Да, да, да. Это телефон. Соответственно, эта заявка пришла, мы начинаем по ней уточнять, потому что иногда бабушки и дедушки могут указать адрес неправильный, или там не расслышат. Ну, бывают технические ошибки, да. Мы уточняем всю информацию о них, уточняем, что именно они хотят получить от нас, это либо продукты питания, либо лекарства купить в аптеке. Если лекарства, то узнаем рецепторные, нерецепторные. Но лекарства чуть попозже поговорим. Да. Но сначала ведь задумывались, как продукты сначала, изначально. Продукты, это первое необходимо. Да, да, да. Именно продукты, да, из списка первой необходимости. Это все есть, да. У нас есть список утвержденных постановлений, да, и когда к нам звонят бабушки и дедушки, мы по этому списку, соответственно, ну, начинаем, потому что многие спрашивают, а что вы можете купить? Да. И мы этот список бабушкам и дедушкам зачитываем. Говорим, вообще что ли? Да, весь список, да, мы весь. А они говорят, да, это надо столько-то, это надо столько-то, это надо столько-то. И прямо на этом списке у нас девочки отмечают А бывает, что мне нужен кефир там 2,5%? Они про это говорят, они отмечают, конечно Это у нас постоянно С другими продуктами так же Курица определенной марки Да, с определенным магазином Да, это у нас С определенным ярлычком, не на который обычно, а вот с такой вот меточкой Чтобы наклеечка была, да Мы это исполняем Была история у нас с Кашинской водой На вторую неделю нашей работы И бабушка одна позвонила и говорит, мне пожалуйста 12 бутылок Кашинской воды Купить именно в магазине на Лиза Чайкина В Универсале, потому что во всех остальных не та И чтоб крышечка такая И этикеточка такая Поэтому две упаковки и воды привезли А когда этот ажиотаж был глупый Не было, там тоже заказывали 20 пачек речки Были в самом начале Первый заказ был, мужчина заказал Он уехал на дачу По его словам В Калининском районе на дачу просто Уехал дачник Даже не эвакуацию Он вообще сказал, что я ничего не знаю про коронавирус Я услышал, что вы продукты можете достать Да, и он заказал суммарно у него заказ То есть был пенсионер в смысле? Да, ну он 65 лет 65 лет на даче Он суммарно заказал 30 килограмм еды Там было все Там было 3 килограмма киви 5 килограммов апельсинового А у нас киви считается предметом? Он так хотел Это его желание было Еще какой-нибудь мрачный коньяк, наверное? Слава богу, вот без этого обошлось За всю историю нашей работы 24 дня сегодня, как мы работаем Каждый день У нас не было еще ни разу, чтобы нам позвонили И попросили купить либо алкоголь, либо табачные изделия Слава богу, люди относятся к этому ответственно Я искренне надеюсь, что на горячей линии ОНФ Когда принимают эту заявку Им, наверное, про это говорят Как-то странно в нашей стране Тем более люди сидят на самоизоляцию Слава богу, к нам таких не доходило Хорошо, допустим, заказ То есть сразу тоже для пояснения Это есть список? Нельзя заказать новозеландскую телятину? Ну, смотрите, здесь мы как бы понимаем, что есть люди у нас с различными Диетами, питаниями Ну, кто болеет Различные диеты и прочее Ну, не может есть Ему нужны другие продукты Понимаешь, что диабетику нужны одного вида продуктов С гастритами, панкреатитами Другие виды продуктов Понятное дело, что им не надо Тушенки 10 ящиков Но вот насчет деликатесных продуктов Когда мы понимаем, что бабушки и дедушки сейчас уже уходят Ну, вот надо деликатесов Мы говорим честно им, что мы в первую очередь работаем для того, чтобы вы не остались голодными на период самоизоляции Поэтому, ну, вот Если там уже совсем говорят, ну, вот я ничего не ем, кроме вот раморной говядины И что? Ну, мы привезем, ну, понятное дело, мы не привезем 4 килограмма, как хотели Это у нас здесь список утвержденный касается предметов первой необходимости И продуктов, да Но продуктов все-таки есть какие-то Ну, мы немножко варьируем, да, естественно Ну, да, вы ключи которым не занимаетесь Да, предмет первой необходимости, действительно, он перечислен достаточно четко, что можно А что нельзя Хорошо, сформировали дальше что? Дальше вот эта заявка, она вся сформирована Девушки у нас, которые звонили, полностью сформируют заказ для волонтеров выездных групп Вот вы вчера молодых людей наших видели Они, соответственно, отправляются в магазины, в аптеки города Все это закупают Какие магазины? Магазины, изначально мы работали с близлежащими магазинами рядом с Медакадемией Ну, чтобы ребятам далеко ходить не надо было Вот, это Магнит, Пятерочка, Универсал Не, есть во дворах там Это, слава богу, есть, да Немножко проходить, да, надо Вот, вот с такими вот известными сетями мы работали Мы закупали, сами полностью ходили Вот Дальше нам поступило предложение Как бы, Глобус такую вещь по всей стране сделал Во всех регионах, где они есть Они готовы формировать Ну, они высылают список продуктов Там 129 наименований И это упростило Это упростило в плане того, что мы не стали терять время на закупку Ну, приезжайте, и сразу все есть Но мне больше всего интересно Где деньги, Зин? Деньги наши Наши личные волонтеры Ну, подождите А потом отдают собаку Нет, мы верим, что воздастся потом Нет, они не потом, а бабушка Ну, вот вчера, к примеру Вот вы бабушке привезли, между прочим Ну, не на 600 рублей было закупочек-то А 2,5 центра Ну, бабушка у нас, да У нас была история 10 тысяч В аптеке бабушка заказала себе Ну, мало ли, а лекарства бывают дорогие в конце А неужели нас все бросает? Ну, вот нас 20 человек Поскольку кого есть, собрали вот такую вот И оттуда тратим, каждый день возвращаем То есть вы каждый день на работу с утра приходите Как инкассатора с деньгами Все свои Приходится, да Приходится, да Своим Об этом речь То есть, чтобы на эти деньги закупить Потом, ну, не будем в ситуациях Да, каких-то, но, в принципе, на эти деньги закупить Потом эти деньги бабушка точно так же по чеку угощает Да, просто все равно это Ну, к сожалению, приходится так Как есть Другого пока А мед. университет не может как-то финансы помочь? Мед. университет, ну, конечно Это не то, что не целовко Это, понимаете, для прокуратуры святых дел Да, не бывает Бабушка подписывала бумагу, что действительно ей это доставили Ну, там просто подпись поставить Там список продуктов Кто доставил, кто заявку принял Вот С позавчерашнего дня у нас другая история с этим началась Мы теперь вообще, ну, как бы с бабушкой Кроме вот передачи денег Куда она их на какой-нибудь стульчик там положила Или куда-то еще Потом волонтер подошел, забрал, чтобы расстояние между ними всегда там минимум три метра было Теперь, ну, как бы история в том, что мы вот Ничего вообще никаких бумаг теперь не подписывает бабушка Она получает пакет с чеками Ну, как и до этого она получала пакет с чеками У вас перебью, мне показывают телефонный звонок Да, здравствуйте, слушаем вас Здравствуйте, Александр Анатольевич беспокоит Я хотел бы узнать, вот по поводу настройки телевизора на цифровое телевидение Бабушка купила приставочку цифровую и не может настроить ее Обратились вот на Вакжанова 7, сказали, что волонтеры Теперь в этом направлении не работают Может быть, нам восстановить это направление по волонтерству Настройки цифрового телевидения Спасибо большое В медуниверситете учат Нет, к сожалению Если говорить о нас О тех, кто сегодня присутствует в студии Александр Анатольевич, мы не можем в этом помочь Потому что мы волонтеры-медики Мы можем, если бабушке необходимо предметы первой необходимости Если необходимо лекарства, продукты То тут вот это наша стезя Тут мы просто, у нас нет данных компетенций Ну и сейчас в данную обстановку могу добавить К сожалению, бабушке в квартиру мы зайти не можем Мы полностью делаем это бесконтактно В квартиру волонтер заходить не имеет права Контактирует с бабушкой тоже Чтобы, к сожалению, настроить приставку для телевизора Волонтеру нужно будет попасть в жилище Этой истории теперь нет Потому что это контакты Мы заботимся о здоровье заявителей Марк, таким образом, еще раз, для понимания людям Вы пакет Она на тумбочке Деньги Или в тумбочке Как джентльменах удачи Здесь рублей Вот Забрали А росписи никакой? Теперь нет уже Такие федеральные инструкции пришли А она как-то может там хотя бы отаян 3 метра Там вглубь коридора Пересматривать Ну, она смотрит, конечно Во-первых, у нас, когда вот закупка это происходит Если вдруг, вот бабушка там твердо сказала Мне нужна мука Макфы 2,5 килограмма Именно такая-то Если ее в магазине нет Бабушке звонят прямо из магазина Говорят, бабушка Нет такой муки Вот, к сожалению, вот как вы хотели Нет по такой цене Она там на 10 рублей дороже Даже если на 10 рублей дороже У нас волонтеры звонят и говорят Потому что иначе Цена изменилась Ну, у всех различные финансовые положения У наших пенсионеров И мы поэтому к этому очень серьезно относимся А вот звонки тоже А кто у нас в связи плачет? Со связью у нас история такая была Вначале акцию поддержала Синков Мобайл От Москвы Наши федеральные руководства договорились на своем уровне Нам было выделено 5 Симок Сейчас в эту историю Как бы начинает поддерживать Билайн Водовые Симки Ну, там Ну, там Теперь да Ну, что вы сказали, что покупаете за свой счет Я иду Я хотел сказать вообще, что у нас бизнес Очень ответственно относится к этой работе Потому что, когда что-то покормить Вот я один раз попросил кого-то покормить Мне после этого звонят эти люди Они просили, кстати, не озвучивать Я предлагаю, может, вас как подсветить Это известный ресторан нашего города Говорят, нет, не надо Мы просто хотим, вот хотим сделать хорошо Некоторые люди, которые не имеют такой возможности Может, вам денег на карточку перечислили? Говорят, нет, нет Нет, нет, нет Ее отказались абсолютно Говорят, может, пусть волонтеры Волонтеры сами поедут, закажутся А мы им деньги на карточку перечислили? Говорят, нет Ну, это один наш ресторатор, у которого сейчас закрыто заведение Но помочь все равно ему очень хотелось Нет, ну, помочь хочется То есть люди, наш бизнес очень ответственный И вот я никогда не оказывался в ситуации, слава богу, в жизни Когда мне приходилось просить А вот сейчас я несколько людей попросил для волонтеров И нигде я не слышал отказа Все стараются помочь Все понимают, что ребята делают очень важное, полезное дело Которое, кроме них, не сделает никто Сбербанк нам в этом плане очень активно помог Со средствами индивидуальной защиты Альфа-страхование, которые прям включились в работу Из-за этой огромной Ну, вот они так по регионам помогли Волонтерам-медикам Сбербанк есть, а в аптеках нету Какой не зайдешь, говорят, нет у нас, нету ничего, все, кончилось Врачебная пилотенская одежда есть, многоразовая Ну, что мне, халатом обмотаться теперь Маска же нужна, а не халат Скажите, а вот тоже интересно Пенсионеры, а есть какие-то продвинутые Которые на карту кидают деньги Нет, у нас таких историй К сожалению, что пенсионер сам перечислил Ну, да, вы не ходите, а она говорит А я вам на карточку кину Нет, 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 это вот так У нас была история Точнее, это постоянная история Эти случаются, когда нам звонят Дети, бабушка, дедушка Которые у нас здесь в Тюрьме остались Их дети, дочери, сыновья Где-то находятся в других регионах И никак, ну, помочь не могут И они звонят, говорят, вот вы бабушке, пожалуйста, привезите Вы ей скажите, что бесплатно Мы вам деньги переведем на карту Ну, бабушка отказывается, чтобы ей кто-либо что приносил Она сама хочет в магазин хотеть Свои внуки, в смысле? Нет, ну, вот, внуки, дочери Внуки звонят от гостей, дочери Типа я сыграть Деда Мороза А вы ей скажите, что бесплатно, потому что она иначе ничего не возьмет Она сама в магазин пойдет Типа от дочки не возьмет Нет, не то, что она вообще не возьмет Она хочет ходить сама в магазин Так самоизоляция же Наших людей, к сожалению, не остановить У меня вот родители на самоизоляции У меня мама уже несколько раз говорит Что вот я сейчас все плюну и приеду Я говорю, нет, мам, пожалуйста К сожалению, у нас истории таких, что у нас вот была льготный препарат, мы получали Там достаточно тяжелая была история с их получением Мы их получили Там нам сказали, мужчина, значит, лежачий Жена его, значит, тоже пенсионер Они попросили, мы за них получили Мы звоним, когда привозите им этот препарат Трубку берет мужчина, который до этого с нами не разговаривал Для кого, собственно, препарат, он говорит А она в банк вышла Ну, ничего страшного, я встану, приму препарат К сожалению, вот такие истории тоже случаются Это очень грустно И здесь к нашим пожилым гражданам нужно обратиться Что, пожалуйста, оставайтесь дома И выходите лишний раз на улицу Есть мы, волонтеры-медики, которые готовы к вам приехать, привезти Продукты, лекарства В этом нет никакой проблемы Но ходить на улицу не надо И особенно истории, когда нам звонят, говорят Вы там 5 килограмм картошки привезите Мы говорим, а вам ничего другого Не надо молока, хлеб Нет, за этим дочерь Я схожу сама, у меня рядом есть А картошку тяжело уже тащить Возраст не тот А вот Марк упомянул Лекарства как раз тоже, насколько я знаю Сейчас тенденция меняется Стали все больше лекарства заказывать, да? Да, потому что Потому что люди нужны лекарства Я так думаю, что из-за того, что люди давно уже сидят на карантине Им поднадоело Многие сейчас выходят в магазины А лекарства получаются сложнее, чем купить продукты И они входят Я думаю, что здесь продуктов просто на меньшее время запаса хватает Эти хлеба у вас хватит на 3 дня, а таблеток каких-то хватит на месяц То есть таблетки обычно 30 упаковок Все-таки таблеток в упаковочке И получается, что если у вас настиг карантин на 10, то таблетка, то 20 дней Вы еще живете на своих старых запасах С продуктами такого не получается Такого запаса продуктов 20-дневного у нас нет ни у кого А что сложнее заказывать? Продукты или лекарства? Ничего несложно Звоните в горячей линии, говорите, что вам нужно привезти Человек-то понятно Сказал-то мне то-то, то-то и все, аспирин А я имею в виду вам Вот закупать, идти Вот и все это Лекарства, лекарства Сложнее всего, наверное, льготное лекарственное обеспечение У нас много людей, кто лекарства не покупает А получает по льготному рецепту И вот здесь вот история немножечко становится Здесь спасибо большое амбулаторной службе нашего города Мы нашли понимание со всеми поликлиниками То есть они тоже понимают, что это делать надо И они рады нам, потому что Если до этого им приходилось заставлять делать это Свой средний медицинский персонал, медсестер То есть идти что-то относить Сейчас они могут медсестер занять на тех работах, на которых Медсестеры нужны А волонтер может прийти Взять у бабушки амбулаторную карту, льготный рецепт, документ Дойти до поликлиники Но это получается немножко такая многоходовая схема То есть это не сделано Достаточно небыстрая Небыстрая То есть не сделаешь в один присест Не сходил, купил, отнес Такая трудоемкая, так мы скажем это слово А вот есть же лекарства, которые вообще строго ограничены Обороты и так далее Как быстро в таких случаях? Таких к нам заявок пока еще не поступало Как постурно Как постурно, так будем придумывать Новый алгоритм действий В то время же, как мы с амбулаторной службой работаем Мы договорились с заведующими поликлиниками Что им звонит Марк, описывает ситуацию Они ему подсказывают, как делать И дальше он по этому алгоритму Делает дальше аналогичные случаи Есть ли какой-то иной случай Если постурно, сильно действующий Это называется список А у нас в медицине То есть то, что Не то, что по рецепту По рецепту у нас Если вы возьмете большинство препаратов На них написано по рецепту врача Но это так не всегда соблюдается На самом деле А если совсем строго-строго по рецепту Вот так что с такими случаями идет? А человеку надо? А вот понимаете Здесь если человеку надо То есть идет, во-первых, все-таки Постоянный контакт с доктором Который это назначил И уже вырабатывается какая-то схема Мы никоим образом не хотим подставить волонтеров Потому что, чтобы это не было Никаких противоправных действий Да, то есть здесь Для меня главное Чтобы они были здоровы И веселы Ну то есть пока не было Но если что Вот как-то делать, да Столько уж все придумали Такое тоже точно придумаем Уже не впервой, да Что-то новое изобретательное Ну опять-таки А расширяется у вас Ну скажем так Пул, я не знаю Звонящих То есть Ну это Разово кто-то Ну позвонил Какая-нибудь Мария Митрофановна Ей привезли и все Или вот потом она еще Там рассказала соседке Вот людей все больше Пул у нас Очень масштабно расширяется У нас резко расширился Пул в поселке Сахарова Там прямо у нас Прознали Там про нас знают Ну вот именно Раз один раз приехали Всех Ребята увидели там Бабушка тоже там Видимо активная Кто первый раз заказывал Ну мы рады Это хорошо Проблемы нет Ну естественно Мы всем поможем Всем звонящим Всем просящим помощи Химинститут у нас достаточно Тоже часто Оттуда заявки нам приходят То есть такие анклавы И самое главное Чем более удаленная часть от города Вот оттуда больше всего заявок Как бы Вот центральный район У нас практически не звонят Завод тоже Если я живу У меня в соседнем доме Две аптеки А дальше еще третий И так далее Ну как-то Это одно Здесь Вот если бы были бы 65 плюс Пусть она даже в вашем доме На первом этаже Все равно Лучше позвать волонтеров Лучше В соседей Лучше Стоиховым Быть дома Еще раз Марк абсолютно правильно обратился К пожилым людям Лучше позвать И даже еще раз То есть она в вашем доме На первом этаже Все равно Так делать Не надо Выходить в нее Благо недалеко Мне недалеко Ну да Вот это недалеко Потом приведет К не тем последствиям Просто мы Еще же понимаете Мы опасаемся Системы здравоохранения В нашем регионе Чтобы она выдержала Вот этот наплыв Это точно Скажите Тоже Вот вы говорите Сахарова А откуда звонки поступают А вот нам Сейчас мы узнаем Откуда поступает звонок Здравствуйте Слушаем вас Откуда звонить Кстати говоря Здравствуйте Я из Твери Знаете У меня вот такой вопрос Ну вот Как бы да Я не бабушка Не дедушка Да Но у меня есть И бабушка И дедушка Меня интересует Момент Такой вот Ну как уровня Грубо говоря Ресторана Вот Есть какая-то сумма От которой вот Будет доставка И соответственно Вот Ну граница Вашей деятельности Так скажем Это Калининский район Или еще что-то Ну грубо говоря Там какая-нибудь Деревня В Калининском районе И за килограмм А же гречки Повезете вы Или не повезете Спасибо Ну во-первых Доставка бесплатная Сразу говоримся Маша Скажите Маша скажет Да Да Работает не только Эта служба В Твери Но есть еще Региональные районные центры Куда вы поедете Нет Мы туда не ездим А есть муниципальное образование Да В нашем региональном центре Сидит девушка Которая ответственна За районные штабы Она созванивается С координаторами В тех местах И передает заявку Там есть волонтеры Которые готовы помогать То есть получается Такая цепочечка небольшая То есть они там как раз Могут быть не медики Ну в Андреапле Откуда Ну там не медики Хотя в Вышневолодском районе Например медицинский колледж Включился активно в работу И девушка Которая у нас является Председательным советом обучающихся Там все вот это вот движение Хорошо возглавила по лекарствам Потому что она прям активно помогает А я бы хотел сказать Что из-за килограмма гречки Если бабушке Килограмм гречки необходим То здесь никакой Нижней планки Нету Из Твери ездят в Тверь А в Муниципальное образование Отвергской области По всей Твери Да Тут если вот А вы Маус поедете? Маус Маус наверное Калининский Калининский район поедет А Калининский район Они все равно сидят В Калининский район Там есть все равно местный штаб Потому что Калининский район У нас не маленький Где же парень? Нет он сидит естественно в Твери Но тем не менее Понимаете Территориальное деление Марк делал с коллегами Очень хорошую штуку Помнишь карту мы делали? То есть брали Яндекс карту Сначала И вот эта идея пришла Когда в Москве была карта Откуда забирали пациентов С коронавирусной инфекцией А мы сделали аналогичную карту Куда мы доставляли продукты По городу Твери Сейчас эта карта Уже она полна Уже теперь ее можно масштабировать Там до домов Так скажем Вот так Но тем не менее Мы работаем с городом Тверь Муниципальный образование С городом Тверь Если Калининский район То это отдается на муниципалитеты Где есть штабы Куда передается эта заявка Это наши коллеги Которые мы координируем И в Весегонске Конечно везде Во всех муниципальных То есть главное людям Вот понимание Что по этому телефону 8800 8800 В любой уголок Тверского области Это не телефон Тверской Нет Это телефон региональный Это не региональный Это федеральный Но тем не менее Из Весегонска могут позвониться Из Весегонска могут И из Леснова И из Жарков Откуда угодно Там где есть человек У которого есть вот эта ситуация Есть возраст Ну в принципе сейчас уже Эти как бы градации Немножко нечисто Но есть 65 плюс И ему действительно Желательно соблюдать режим Самоизоляции А вы вот карту вашу Яндекс Вот эту смотрели Во всех муниципалитетах Муниципалитетами Это привлекает и наше внимание Мы начинаем работать Начинаем активно работать С муниципальными образованиями То есть Но еще раз повторюсь Что все помогают Все стараются помочь Если у нас были Сложные случаи Когда пациенты С льготными лекарствами С льготным лекарством Но льготное лекарство В Москве А пациент на самоизоляции В Конаковском районе Было Решили И выполнили Сейчас вторая заявка Рома такая же пришла Нету Вот эти вещи Они абсолютно индивидуальны Нету системы То есть Начинается искать Какого-то человека Какого-то оказия в Москву Кто может помочь Кто может Просто будучи в Москве Зайти туда То есть Начинается работа По сути дела Творческая Но Слава Богу О них немного И поэтому Придумывать какой-то механизм Четкий Что делать Если пациент У нас находится В районе Тверской области Льготное лекарство В Москве То он наверное Или в Твери Или в Твери То есть Нет Но это здесь вопрос взаимодействия Хорошо Волонтеры медики Это структура федеральная И волонтеры медики Есть везде То есть Есть во всех регионах Нашей страны Особенно нашей помощи И добра Границ Нашей стране нет То есть Если он находится Во Владимирской области Например То созвонятся Коллегами из Владимирской области Там такие же волонтеры медики Сейчас мы обмолвились Про районы Но правда Ведь список Первочередных товаров Везде разный В Твери кому-то Говядина Как вы сказали Мраморная захочет Скажет Жить без них не могу Список Список Везде одинаковый А в районе Действительно Первочередный товар Могут быть Те же самые Правда Дрова Ну на дворе Не май месяц А они включены Есть да Да Ну правда Там-то это актуально Это не шутки А у меня дрова включены Это все включено Список Напилят приедут Будут придумывать Как доставить ему Дрова Потому что дрова Позвонят Вызовут И доставят Мы же дрова Бесплатные Ну я понимаю Но чем не менее То есть Это не только Продовольствие И таблетки Нет-нет-нет Это все В том числе И хостовары Тоже есть постановление Правительства Российской Федерации Где хостовар Первой необходимости Указано Там все Полный перечень есть 37 по-моему Наименований Если я не ошибаюсь А список Не знаете Не планируют Расширить К примеру А его как раз таки 27 марта И расширили А раньше Единственное что Убрав оттуда По-моему Табачную продукцию А вот если человек Правда Ну курит То Здесь уже Не вопрос К волонтерам-медикам Мы против курения Вопрос К правительству Российской Федерации Время бросать Дедушку Когда он позвонит Маша скажет Машенька не могу Вези Я честно сказать Думаю Смотря на Марка с Машей Что они Никому не скажут Но пачку сигарет купят Просто они добрые Они доктора Они должны Плюсти Здоровье Населения Ну а к вопросу Опять таки Вот Пули Как мы сказали Маша Есть кто-то уже постоянно Может кого по голосу Знаете Вот у нас К примеру Есть телезрители Которые знают Мы уже Есть Есть Нам так же Звонки Нас просто помочь Вот у вас есть Такие Кого узнаете Есть Мы прям Даже не позвонили еще В компьютере Заявку увидели Мы уже знаем Кому По адресу Что колбаса Кого-то завода Не знаю Совершенно верно Таких у нас Уже достаточное Количество У нас Идут Заявки повторные Ну хорошо В принципе Что у вас Как-то А в целом Вообще Вот реально Ну сильно расширяется Вот прогрессия Как-то велика Вот расширение Ну вот Скажу так Прогрессия Как-то вот Наверное В понедельник К вечеру Пошла резкая Прогрессия Увеличилось Количество Заявок Вот Но сегодня Они все в работе И сегодня будут Все исполнены Полностью Ну потому что Они вчера там Часов в 7 В 8 Стали поступать В 10 вечера Какие-то были Вчера прозвонены Какие-то Сегодня с утра Все заявки Сегодня будут Выполнены Это может быть Удлиняет историю Что человек Сначала звонит В колл-центр Федеральный А только потом Эта заявка Приходит к волонтерам В компьютер То есть никто Не звонит Тверьмаш Слушай Там много Все Ваш первый век Да Улица Иванова Дом 5 Дом 5 Причем Нет Основное Что есть Это уникальный Динфекционный номер Этой заявки Это надо Скажите Наверное Отдельное Для наших пожилых Мошенники Есть везде Людей Рассказать эту историю Про безопасности Что когда им кто-то звонит И говорит Вы вот обращались куда-то И вам Мы тут помочь хотим Всегда вам называют Индивидуальный номер Вашей заявки На горячей линии Его вам повторяют Несколько раз А человеку озвучивает Да Чтобы он его записал Номер вашей заявки Такой-то Запишите Да Даже не приедет А позвонит Повторя Чтобы уточнить список Продуктов И точный адрес Вам позвонят И сообщат Этот номер Сверьте его Обязательно Несколько раз Ну потому что К сожалению У нас Различные И когда волонтер У нас уже подъезжает Мы уже здесь Еще этот номер Еще раз Ну как бы Мы говорим Действительно На листочке Там писан Еще раз говорим Запомните Когда приедет волонтер Вам позвонит По телефону За 10 минут Что подъезжает Назовет номер И когда дойдет К квартире И начнет звонить Он скажет вам Этот номер Ну либо по домофону Потому что Чтобы идентификация Волонтеров была И при этом Так как у нас сейчас Команда такая У нас Не огромная У нас люди Постоянные Которые у нас Работают волонтерами Мы называем имя В том числе Человек Который к ним приедет Чтобы не было Вот этой вот Путаницы И все волонтеры У нас с паспортами И с бейджами ездят Чтобы тоже их Как бы Индифицировали Подобным образом Господа У нас эфир Подходит к концу Скажите У меня вот вопрос Если не дай бог Путин посмотрит Как всегда Он у нас скажет Что-то дела Как он вчера сказал Хвастаться нечем Вот короче До июля Или там до августа Вы готовы будете Работать и дальше Ну что же делать Ну мало ли Все Можно сказать Не могу больше Мне зубы надо лечить Сил моих нет То есть Маш Готова Да Вот вообще А вот коллеги твои Которые занимаются Тоже Нет там Все Еще месяц Неделю потерпевшись Да Зачем неделю терпеть Кто не хочет Тот не идет Можно и не ходить Даже не терпеть Ни разу Позвонить Просто сказать утром Знаете что-то у меня Сегодня першит Ну как бы И такие истории Ребята волонтеры Если они вот с утра Говорят Ну вот Ну сегодня Ну вот не могу Ну не можешь Значит сейчас будем Кого-то искать Взамен Никаких проблем нет И в июне Вот так вот И в июле И в августа Будем надеяться Лучшие Быть готовым Ко всему Нет Ну здесь вопрос Естественно Я с другой стороны Как доктор За этим столом Хочу сказать Что ухудшение Эпидемиологической ситуации Потребует Может быть и других Средств индивидуальной защиты Для волонтеров На сегодняшний день Волонтеры не ходят к больным Волонтеры ходят к людям Которые находятся Самим не инфицируют людей Здоровье волонтера Для нас Это первоочередная задача То есть Мне важно Чтобы волонтер Никак У нас заканчивается Совсем время У нас первоочередная задача Закончить эфир вовремя Хорошо Господа Спасибо вам большое За то что пришли Но самое главное Спасибо за вашу работу За то что вы ходите Помогаете людям Мы сегодня говорили О волонтерах Которые пожилым людям Носят продукты И товар первой необходимости Это была программа Тема дня В очередной раз скажу Не болейте Пожалуйста И оставайтесь дома Вам Если пенсионер Все привезут Мы работаем для вас Оставайтесь дома для нас До свидания До новых встреч Спасибо